Девочка-пай 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 Может и нет У тебя будет так много дел, что ты едва ли сможешь справиться Да, я оставлю сообщение, хорошо Какое сообщение? Не тебе, я разговаривал с парнем, который ремонтирует парусник Келли Келли сама не может заняться своим парусником? Я попросил ее поручить работу новой бригаде, о которой только что услышал Хочу посмотреть, хорошо ли и быстро ли они будут выполнять работу Нам нужна бригада, чтобы начать строить яхты Правда? Понятно Мисс Кэпфол делает тебе одолжение Именно так Тогда как компаньон и я могу добавить оплачиваемый сотрудник Я буду смотреть на это точно так же Мысль именно такова Тогда не могу ли я спросить тебя Эта леди, о которой идет разговор, знает о том, что ты организовал ей покупку этой яхты Разве это имеет отношение к делу, которым мы занимаемся? Если мы занимаемся тем, что начинаем строить корабли, то, конечно, это к делу не относится Конечно, нет Ты говорила в комитете о том, когда мы можем это начать? Да Но ты не собираешься выслушать? Если это удержит тебя от разговоров о Кэлли Кэббл Они едва волочат ноги Они говорят, что им надо больше времени Почему? У них есть и расчеты, и сметы Да, но они говорят, что некоторых членов комитета еще нет в городе Мне кажется, это пустой номер, они ничего не могут решить Очевидно, ты считаешь, что нам придется побороться Я не знаю, но внутренний голос велит мне готовиться к нападению У тебя всегда было чутье на неизбежной схватке Надеюсь, сейчас ты ошибаешься Я тоже надеюсь Но инстинкты меня никогда не подводят, когда дело касается двух вещей Это любовь и война И что-то мне подсказывает, что у тебя и там, и там напряженная ситуация Спасибо Принести гринки, мистер Кэпфелл? Нет, спасибо, Солидо Где же сегодня Джина? Синьора Тимас попросила завтрак в постель Надеюсь, это превратится в стойкую привычку Папа, Кассандра же подумает, что ты такой негостеприимный Она знает, что у нас с Джиной была длинная и пестрая история В это трудно поверить Когда она сказала, что вы были женаты, я подумала, что ослышалась Я тоже так подумал, когда услышал, как сам говорил об этом Как я попал в такую странную ситуацию, я и до сих пор не понимаю Я рада, что об этом сожалеет кто-то, кроме меня Мы сожалеем о том, что ты не вернулась раньше Если бы я знала, как легко и свободно вы примете меня, я вернулась бы уже давным-давно Вы так приветливы со мной Каждое утро я просыпаюсь в красивой спальне наверху и думаю Чем же я могу отплатить вам за это? Я скажу тебе чем Ты должна продолжать наполнять наш пустынный дом своим присутствием, обаянием и энтузиазмом Но я хотела бы делать больше, должно быть что-нибудь, что я могу делать Ну, я не знаю, писать письма, передавать их Я могла бы помочь Софии разбирать письма ее поклонников Людям кажется, что мама все еще не снимается И я не думаю, что у нее сейчас так уж много писем Но все же может измениться, когда выйдет фильм Кассандра, не надо Что? Я что-то не то сказала Келли, к вам пришел мистер Хант Ужасно, утро так хорошо начиналось и становится хуже и хуже с каждой минутой Папа Крейг Что ты с этим делаешь? С чем? Собрался в путешествие на каное? Зачем на каное? Если ты можешь взять парусник и путешествовать с комфортом Это если не будет ветра О чем ты говоришь? Послушай, жаль, что тебе придется делать все со мной, но я быстро научусь Я всегда считал, что из меня получится прекрасный помощник Когда и где? Мы собирались с тобой прокатиться, куда ты захочешь И это будет путешествие, которое мы оба запомним на всю жизнь Ты что, смеешься? Я упаковал вещи И спасательные жилеты Когда ты будешь готова? Ну, я не могу сразу сорваться и уйти Можешь, у тебя времени сколько угодно И у меня тоже Я тебя не понимаю, я тебя совсем не понимаю А что понимать? Я хочу быть с тобой и только с тобой, чтобы больше вокруг никого не было Разве можно придумать место лучше, чем посреди океана? Не так давно ты говорил, что мы не должны быть вместе Мы должны быть подальше друг от друга Да, но позавчера я предложил тебе устроить маленький отдых И ты не сказала нет? Ну, я и не сказала да Теперь самое подходящее время Лучше не бывает Почему же ты передумал? Тебе нравилось, как было раньше? Нет, я не знаю Почему ты так себя вел? Ну, я присоединился к твоей точке зрения Я с тобой не спорю, я пытаюсь понять Ладно Келли Ты права Мы должны побыть некоторое время вместе Я не говорю о том, чтобы пойти куда-то вместе, обедать или на танцы Я имею в виду долго Единственный способ для этого уехать от всех Так далеко, как только возможно Это имеет отношение к тому, что ты видел меня на яхте у Роберта После буря Меня не заботит то, что уже случилось Я думаю о том, что может случиться Келли, это очень просто Если у нас есть какая-то возможность уехать вместе, мы должны уехать отсюда Скажи «да» Где же мы возьмем лодку? Ты только что купил новый парусник Новый парусник разбит, его ремонтируют Тогда найдем другое У меня есть другая идея Я хочу уйти в океан Мы сможем взять нашу семейную яхту? Нет, нет, я не хочу связываться с твоим отцом Я побеспокоюсь об этом Беспокоишься? О своем отце? Я не хочу причинять тебе никакого беспокойства Добрый день, сэр Может быть, ты мне объяснишь эту внезапную озабоченность, которая у нее появилась? Крейг собирается уходить Крейг, мы поговорим с тобой подробно Я позвоню тебе Добрый день, еще раз Он не хочет оказаться в затруднительном положении Ты, конечно, тоже Давай поговорим Привет Привет Неподходящее время? Для чего? Ну, я подумал, вместо того, чтобы просто ждать, пока все будет готово к показу Зайду и протяну тебе руку помощи Спасибо, ты можешь мне помочь, если знаешь кого-нибудь из раздела развлечений в Лос-Анджелес Таймс Ах, вот как? Да Когда они писали последний фильм, который я сделал, они назвали его «Самовлюбленной симфонией с пикантностью и глубиной видеомузыки» О, Господи Это ужасно Я надеюсь, этот критик больше не работает Ее там больше нет, но я не знаю, кто на ее месте С пикантностью и глубиной видеомузыки? Они действительно так написали? Слово в слово, я до сих пор не пришел в себя Это ужасно, иногда я не понимаю, как мы можем все же продвигаться в нашем деле А что плохого написали о тебе? Мисс Вэйн, миловидная блондинка, так старалась быть сексуальной Что в один напряженный момент ее кривлянье напомнило мне барахтанье у берега Миловидная блондинка, разве можно доверять кому-нибудь, кто употребляет слово «миловидное» в предложении? Да, я им не доверяла, я просто выключила телефон и залегла в кровать на неделю Одна Как это и подобает тому, кто так сексуален в барахтане у берега Да, кажется, ты горяча Будь осторожен Я серьезно Я понимаю, я тебе больше не нравлюсь, но мне ты все еще очень нравишься Фактически, ты мне нравишься больше, чем прежде Ты ждешь наказания? Я хочу сказать, что ты серьезная, ты мне не даешь Знаешь, когда я первый раз читал сценарий Я был удивлен тем, как доходчиво и правдиво это звучало И я подумал, вот это новость Но с другой стороны Я не хотел знакомиться с тобой ближе, чем было необходимо для твоего образа Я боялся быть разочарованным Я не хотел, чтобы ты стала как все В конце концов, я вкладывал в тебя столько любви Все эти годы Ты не любишь спускаться на землю? Думаю, что да Но ты дала мне понять, что реальность значительно более привлекательна, чем я думал Знаешь, кем бы мы сейчас ни были друг к другу У нас честные отношения И я благодарен тебе за это Да, хорошо Мы вместе сделали прекрасную работу, София Я знаю, она была несколько беспорядочна В приемах и методах Но наши общие усилия Принесли свои плоды Я сейчас чувствую Что у нас много общего Нам она была нужна для карьеры Вы бы так говорили прямо об этом Мне некогда валять дурака Мне надо убедиться в том, что на просмотр в пятницу придут все нужные люди Люди, которые сами смогут решить, насколько мы талантливы Все нужные люди, в том числе и СиСи? Да, Стивен, конечно, в том числе и СиСи Я сегодня зайду и приглашу его Так что не беспокойся Я тебя уверяю Что у нас будет место под солнцем Независимо от того, нравится это СиСи или нет Не беспокойся, мы вернемся через 10 минут Это правда? И не делайте ничего с моими кухонными шкафами Они мне нравятся Я думала, ты идешь работать к отцу Это было до того, как ты отметила, что там может быть еще хуже, чем здесь Посмотрим, не изменишь ли ты своего мнения, когда они начнут поднимать полы Что может случиться немедленно? Можно будет немного оглохнуть Ты имеешь в виду, это не будет похоже на тот приглушенный звуковой фон, который нам приходится слушать Извини В самом деле, я не думала, что декоратор Августа так помешает твоему движению по направлению к литературной премии Что ж, спасибо за поддержку Извини Я не хотела унижать тебя Я тебя очень поддерживаю Просто не понимаю, почему ты не можешь писать в библиотеке Дорогая Что ты думаешь? Как создается роман? Ты думаешь, это... Это все равно, что сесть и настрочить письмо твоему конгрессмену Или написать заметку в газету об осторожности судебных заседателей? Нет Это работа мысли Это работа сердца И муки души Именно поэтому Творец должен чувствовать Уют и заботу Извини, милый Ничего страшного Возможно, моя литературная попытка ни к чему не приведет У меня уже были сомнения в моих способностях Может, я сейчас поплетусь за тобой? Ты говоришь, что едешь в университет? Я встречаюсь с зоологом Он член региональной группы И я буду выяснять, какие виды, живущие по соседству, находятся в опасности полного исчезновения в связи с развитием промышленных технологий и человеческой жадности Не забудь про стервятников Я бы занялся самцами рыбы молота Понятно Ну, до встречи Когда вернешься, поищи меня в этом строительном мусоре Я буду где-нибудь там Передайте мистеру Брустеру, что ему еще раз звонил Роберт Барр Проблемы? Да, мне мешает осуществить морской проект Кажется, никто не может сказать мне почему Я хотел завтра начать снос, но вдруг началось какое-то нытье и жалобы на общие проблемы Ты с этим справишься, Бобби Я надеялся, ты отправишься в комитет и кое-что для меня выяснишь С этим могут быть проблемы Я собирался уехать из города на несколько дней Уехать? Так неожиданно? Примерно так Конечно, я не буду переживать, Крайк Но в деловых отношениях обычно принято извещать заранее о том, что хочешь отлучиться Знаешь, я подряжался на дело с Ричардсом, Бобби И оно уже закончено И ты не говорил мне, что никак не можешь без меня обойтись Нет, Крайк, я этого не говорил Прекрасно Ты желаешь мне доброго пути? Когда ты уезжаешь? Я еще не знаю Я буду не один Келли капитан Как она скажет, так и будет Это просто шутка, папа Это Крайк, так Это смешно И изобретателя тоже Мы собираемся поехать на лодке С тех пор, как он в Санта-Барбаре, он ни разу не объехал гавань Счастью для гавани Я еду, я сказала, да Конечно, на этой неделе у тебя была уже одна трагедия на воде, почему бы на этом не остановиться? Почему ты так суров к нему? Позволь задать вопрос У него есть лодка? Он думал, что мы сможем взять мою новую Но ее ремонтируют, я подумала О чем? Я просто решила Ты решила, что я дам тебе яхту Ну же, у тебя нет на нее никаких планов Что значит никаких планов? Дай мне минутку, я придумаю Папа, пожалуйста Пожалуйста, что? Ты хочешь, чтобы я дал тебе свою яхту Прокатиться в открытое море с человеком, которого я ненавижу Что это значит? Моя точка зрения, я собираюсь сказать да Потому что он может нанять невообразимую лохань, которая может затонуть Моя не затонет Папа, спасибо Это не значит, что это безопасно Все будет хорошо Теперь мне надо придумать, куда нам отправиться Ой, это мне нравится Мужчина приглашает тебя в поездку и даже не знает места назначения Несколько лет назад Круз и Иден путешествовали на лодке и прекрасно провели время Да, я хорошо помню Иден, которая все хранит, куда-то положила и карты Я посмотрю, не смогу ли я их откопать Ну, у тебя есть чем заняться Кармен где-то там, она не имеет ни малейшего понятия, о чем ты говоришь А Иден, конечно, не просил ее обращать внимание на что-нибудь подобное Я хочу попробовать, посмотрю на детей Пока Пока Быть родителем счастья Келли едет куда-то? Да, едет На дурацкую прогулку Как обычно, я не мог ее остановить Понимаю, что тебе нравится Крейг, Кассандра, но мне не нравится он Этот человек делал немыслимые вещи, когда первый раз вернулся в город, и я не собираюсь забывать об этом Я знаю, он стыдится многих вещей, которые сделал Теперь это слишком поздно, по-моему Я могу себе представить, что ты чувствуешь, но у Крейга есть и другая сторона Когда мы были вместе в детском доме, он был моим единственным другом, которому я могла все рассказать Остальные были или слишком враждебны, или боялись сойтись слишком близко Крейг был не таким А в нем была какая-то ранимость и мягкость Несмотря на то, что он пережил Я не знаю Мы просто были детьми Это правда Когда вы были просто дети А теперь он мужчина Он должен отвечать за свои поступки Конечно Просто я говорю, что в нем много хорошего, и Кейли должна это видеть Я открою Привет София, привет Мы недавно говорили о тебе Неужели? Что-нибудь известно о показе фильма Кейси, это зависит от многих причин Я хочу поговорить с тобой Именно поговорить, а не поспорить Давай Попробуем поговорить Думаю, я смогу это сделать Хорошо Извини, Аскаси Конечно У меня есть для тебя предложение, и я надеюсь, ты примешь его Я тоже надеюсь Я провожу просмотр фильма в пятницу И очень хочу, чтобы ты пришел Конечно, ты хочешь, но как устраивать просмотр без фильма? У нас со Стивеном есть видеокассета черновой склейки Мы, конечно, бы предпочли, чтобы ты нам отдал окончательный вариант И мы могли бы показать его Но если ты даже не отдашь его Я хотела бы, чтобы ты посмотрел, что у нас есть Вместе с несколькими скромными критиками София, я забрал негатив и окончательный вариант, потому что не хотел публичного унижения Теперь мы приглашаем маленькую избранную группу критиков Очень маленькую Но это все равно публика, они нас разгромят в печати Прекрасно Тогда оставайся здесь и прячься Я просто думала, может быть, ты захочешь посмотреть, что запрещаешь Ты будешь в одном помещении с людьми, которые хорошо разбираются в кинопроизводстве И ты удивишься, увидев то впечатление, которое произведет на них этот фильм Ты поймешь, что никто из этих людей не будет проводить параллели между сюжетом фильма и нашей семьей Что тебя так пугает Все будут обращать внимание на то, как рассказана история Они будут смотреть на него, как на фильм, а не как на несчастный случай Не могу понять, как можно ничего не видеть Пусть я лучше буду слепой, чем глупый и сумасшедший И так кипящей ненавистью, что накоснулась даже Стивена Постой Не заходи так далеко, и я ни за что на свете не хочу тебя обидеть Посмотри фильм, приходи на просмотр и посмотри его до конца А потом скажешь мне, что не хочешь, чтобы он вышел на экраны Пожалуйста, Си-Си Для меня Я точно не знаю, когда вернусь Это не важно Я руководил этой компанией без тебя пять лет Думаю, я выживу Увидимся, когда вернусь Хорошо Извините меня Извините меня Ваша секретарша сказала, что я могу войти Все нормально, мистер Крейг как раз уходит Крейг Хант Дэбра Лондон Мисс Лондон журналистка Она готовит репортаж об... Об Америке Америке 90-х, верно Вы правильно выбрали место Мистер Роберт Барр важная фигура десятилетия Он сам создал свой бизнес Это хорошо отлаженная машина И я рад, что я колесико в ее механизме Спасибо, Крейг, но я сам могу рассказать свою биографию Конечно, можешь, Бэбби Вы можете все запечатлеть, мисс Лондон Всегда приятно встретиться с преданными сотрудниками Но Крейг не совсем сотрудник Он временный консультант Кажется, вы удивились, когда меня увидели Мы договаривались продолжить интервью Договаривались, вы правы, извините Я окажусь немного расстроенным Сегодня утром у меня возникли проблемы Деловые или личные? Деловые Может быть, вы хотите вернуться к ним? Конечно, нет Я никогда не отменяю встреч с красивыми журналистками Как такой маленький мальчик за три минуты Может сделать такой беспорядок Что надо прибирать потом три часа? Роберт Барр Иден не хранит писем от Роберта Бара Мистер и миссис Круз Кастильо Он написал его им обоим? Привет, Келли, входи Привет, Кармен Извини, тут беспорядок Что случилось? Чип спросил меня, где его карандаши Я сказала, чтобы он посмотрел на столе А он подумал, что я сказала в столе Нет И все это, пока я делала один маленький бутерброд с ореховым маслом Давай я помогу тебе Нет, нет, я справлюсь Нет, я должна помочь, потому что у меня есть для этого веская причина Мне надо найти кое-что Тут были навигационные карты Которыми пользовались Иден и Круз Несколько лет назад в путешествии на яхте Я хочу пойти по тому же маршруту Пожалуйста, можешь искать, где хочешь Да, действительно, я уверена Где-то здесь я видела карты Прекрасно Продолжай Я просто посмотрю Извини, я подойду Похоже, я все перерыла Ты нашла свои карты? Да И еще несколько фотографий их поездки Они такие красивые Я бы хотела увидеть улыбку своего сына как можно скорее Последний раз, когда Иден с ним разговаривала, она сказала, что ему лучше, правда? Ну, мне кажется, что клиника, в которой он лежит, какая-то ненормальная Они не пускают к нему даже его мать Не знаю, может, он чем-то заразился Кармен, он скоро будет дома, и ты увидишь, что он поправился Я молюсь об этом Спасибо, что разрешила мне покопаться в этом барахле Передавай привет детям Они спят Это ничего Крепко поцелуй их от меня, когда они проснутся, и скажи, что скоро я зайду Обязательно Это прекрасно Большинство людей, у которых я брала интервью, не предложили мне и стакан воды Большинство людей несколько недолюбливают прессу, но они не хотят, чтобы даже самые безобидные вещи предавались огласке Разве похоже, что я могу сказать что-нибудь плохое о своих жертвах? Извините, о тех, у кого беру интервью Иначе я не пустил бы вас к себе на яхту Уже очень поздно Я получила вещественные доказательства того, что ты кормишь голодных Но ты мне очень мало рассказал о себе Было много разговоров о деловом мире и как теперь выжить в бизнесе Но не особенно много о самом Роберте Барри Давай начнем с твоего детства Ты вырос на острове, правда? Да, он называется Лас Сиренос Счастливые времена, грустные времена, братья и сестры? Были, были, не было Значит, ты был единственным ребенком? Да Расскажи мне о своих родителях Они были очень бедными и ужасно злыми А ты? Ты был злым? Нет, нет Ты сумеешься смонтировать, правда? Не у каждого было идеальное детство А у тебя? У меня? Да Мой отец был Любимым Школьным учителем А мама Каждый день пекла шоколадные печенья К тому времени, когда я приходила домой после занятий в Хове И если ты поверишь этому Значит, ты не такой проницательный, каким тебя считают Значит, ты тоже не хочешь рассказывать о своем прошлом Я сосредоточилась на том, чтобы сделать настоящее как можно прекраснее Хочешь выпить за это? С удовольствием Я не могу Я чувствую, будто бросаю всех на съедение волка Ты думаешь, я это делаю? Я безжалостно бросаю нашу семью на съедение волка? Я просто думаю, что ты смотришь с близкого расстояния и не видишь А ты? Я стараюсь объяснить тебе Нет, извини, у меня слишком много дел Мне нужно организовать просмотр У меня нет времени слушать твои объяснения София ушла? Ты же видишь, что да Ты слышала, как хлопнула дверь? Вся круга слышала, как хлопнула дверь Все это из-за фильма, да? Я старался защитить ее Может быть, она не думает, что нуждается в защите Кэсси, в фильме показаны очень неприглядные факты жизни семьи Кэппеллов Они лживы, они искужены Неужели ты думаешь, что каждый, кто придет смотреть кино, будет думать о том, правдивая эта история или нет? Кроме того, все это отойдет на второй план, если фильм удачный На чьей ты стороне? На твоей И на стороне Софии, на стороне семьи Которой вы были, когда я жила здесь ребенком Мне просто невыносимо видеть, как вы ссоритесь Это так несправедливо Это и есть несправедливо Не думаю, что это можно исправить Знаешь Когда я узнала, что у меня будут приемные родители Я подумала, моя мечта сбывается Но я сказала себе Кэсси Не давай волю мечтам Ты будешь верить в то, что это будет красиво и замечательно А этого не случится Так не бывает Но Когда я пришла жить к вам, это случилось Сказка стала былью Ты был высок Ты был так красив А София была самой красивой женщиной, какой я встречала И когда я смотрела на вас Я чувствовала, как сильно вы любите друг друга Миллион лет назад Может быть Но когда я смотрю на тебя И произношу ее имя У тебя появляется тот же взгляд Может быть Прошло много времени Но Я думаю, что все так сильно Не могло измениться Я думаю, что вы все еще очень любите друг друга Может быть Можно найти новый способ, чтобы убедиться в этом Мое здание Символ семьи Кэрвиллов Я не допущу, чтобы вместо него Здесь построили монстры Стекла и бетона С вращающимся рестораном наверху Дома строят, чтобы жить в них А не любоваться, как на картинке на выставке Именно из-за такого мнения Рушится наш город Извините меня Конечно Еще один довольный клиент У этого человека нет ни о чем Никакого представления Он владелец театра На улице Ортега, верно? Такого маленького Верно Я предложил ему совершенно новый зал На 200 мест в совершенно новом здании Ему не нужно 200 мест, он показывает художественные фильмы с субтитрами Его устраивает все как есть Напомни мне, не приглашать тебя на следующие переговоры А почему ты не строишь новые дома над старыми? Так все время делают Нью-Йорк и Чикаго Ты заработаешь на этом Прекрасную репутацию И сохранишь старые достопримечательности И одновременно построишь новые В этом что-то есть Рад стараться Я не предполагал, что ты захочешь снова работать со мною Ты спрашиваешь это из-за моего предложения Ты должно быть отчаялся Я не прошу Пап, сколько раз мы это пробовали И сколько раз это у нас не получалось Я сбился со счета Мое дело остановлено Но не похоже На что тебе нужна работа? Я работаю Над чем? Пробую писать роман Роман Что? Папа, ты помнишь роман, который я начал еще когда учился в Гарварде? Да, да, я помню Это ты его закончил? Не совсем Много написано? Точно не помню номер страницы Приходится много думать Папа, я пока пишу Ты пока не написал ни слова Ну, я написал тысячи слов Просто я их все время зачеркиваю Подумай об этом, ладно Я всегда готов дать тебе хороший совет Мне хорошо, когда в Кэпфилл Интерпрайс Есть всего один Кэпфилл Присоединяйся к старой компании Ну, не знаю Я... Я благодарен тебе за предложение, но... Привет Крейк не заходил? Если бы и зашел, я не стал бы с ним разговаривать Крайкан? Она отправляется в море на яхте с этим человеком Ты не хочешь ее образумить? Келли, будь благоразумна У этого человека очень странное прошлое Мы за нем ничего не знаем Я знаю, что он спас твою жизнь, Мэйсон Но я не стараюсь повернуть это против него У тебя нет клаустрофобии от того, что ты живешь и работаешь в одном и том же месте? Я не знала, что это место-дворец Я рад, что тебе понравилось Тебя построят такую же? Своими руками? Не совсем Я хочу организовать верфь и строить яхты Ну, конечно Запиши, мне нужен маленький деревянный плод Я его замечательно отделаю, когда получу повышение по службе Извините, что вас прерываю Там на палубе накладная на оборудовании Мне кажется, она неправильно составлена Ты можешь проверить ее? Пожалуйста Конечно, Рэнфилд Я не задержусь Подожди Все нормально, мне пора Но я бы хотела воспользоваться телефоном Пожалуйста Спасибо Спасибо за ужин и за экскурсию Все было замечательно Я рад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Возьми еще, Рэнфилд Ну, ты позвонила? Занято Потом попробую еще Еще раз спасибо за все Хорошо Твой отец сказал, что вы с Крейгом уезжаете Я могу помочь тебе собраться? Я беру только шорты и купальники Мы не будем долго путешествовать Ты, наверное, волнуешься Да, я надеюсь на хорошую погоду Это, наверное, большая лодка Когда идет дождь, можно сидеть внутри И играть в шашки Насколько я помню, Крейг всегда хорошо играл в шашки Дерек тоже Он всегда был чемпионом Я только что виделась с ним Как он там? Я не думаю, что он понимает, что ему угрожает Знаешь, какая удивительная вещь? Он меня ни в чем не обвиняет А ведь в течение этих лет я могла одним телефонным звонком Изменить ход всей его жизни Он не ненавидит меня Он попал в тюрьму, Кассандра Это не из-за тебя Знаю Но мне кажется таким невероятным, что он хотел убить Мэйсона А мне не кажется Если бы Крейга не было там, мой брат сейчас был бы уже мертв Крейг в твоих глазах Настоящий герой, правда? На твоем месте Я бы тоже видела его таким Ну, мы не поэтому отправляемся путешествовать Это не награда Я и не думала, что это так Да, вот Не забудь свою сумку Знаешь, я не хочу брать две сумки Давай все, вывалим сюда Так будет проще Вот так Да, добрый день У вас есть жакета Беллини? Хорошо Я однажды видела в клетку В черную и серую Мне нужен 39 размер Потрясающе Вы можете отложить его для меня? Большое вам спасибо Я не вижу грузовиков Их не будет весь день Мне повезло Я должна за ними убирать Вот радость Зачем тебе нужен мистер Крэкерс? Саманта хотела его увидеть Я не могла его найти Не могла Как прошла встреча? Прекрасно Я потом расскажу тебе о ней Ты сделал сегодня что-нибудь? Нет, практически ничего Сидела у отца на террасе Мне кажется, я не в состоянии сосредоточиться Что тебя отвлекало? На самом деле, ничего Я все время думал об одном и том же Знаешь, каким удивительно и убедительно Может быть мой отец, когда делает странные предложения Какие? Он хочет Чтобы я снова у него работал Ты смеешься? Нет, не смеюсь Ты сказал нет? Сказал? Нет, но я не сказал это Ну, не могу тебе передать С каким облегчением Мы с мистером Крэкером узнали об этом Пойду отдам его Саманте Привет, Келли уже готова? К чему? Она не сказала про наше путешествие? Она говорила Я не знаю Она думает, что готова Я в этом сомневаюсь Вы всегда сомневаетесь, когда дело касается меня Ты меня обвиняешь? Нет, не обвиняю Но она знает меня куда лучше, чем вы По крайней мере, доверяйте ей Я прошу тебя быть очень осторожным Потому что если я узнаю Что ты с ней обращался жестоко или невнимательно Ты ответишь мне Я никогда не обижу Келли Если вы верите хоть чему-нибудь из того, что я говорю Поверьте этому Не уговаривай меня поверить в тебя Ну, папа Я думаю, мы готовы ехать Пока Приятного путешествия Ты очень красивая Спасибо Теперь все будет хорошо Автор сценария Бриджит Добсон Джером Добсон Режиссер Питер Бринкерхоф На русский язык Фильм озвучен студией МиксМедиа По заказу российского телевидения Редактор субтитров А.Семкин